Концепция преобразования Запорожского аэропорта уже готова. До конца этого года планируют построить новый терминал. Его площадь будет составлять 9 тысяч квадратных метров, согласно нормативам гражданской авиации, а пропускная способность 400 человек в час. Будут раздельные зоны для внутренних и международных авиарейсов, будет автоматизированная система отбора багажа у пассажиров. То есть все то, что вы видите, когда приезжаете в современные аэропорты других городов, все это терминал и по технологии предусматривает. Терминал обещают сделать компактным, но многофункциональным 8 стоек регистрации, гостиницы, ресторан, офисное помещение, кафе и дьюти-фри. Двухородный терминал с привокзальной площадью благоустроенной и с несколькими новыми местами стоянок самолетов с обратной стороны. Из городского бюджета на развитие Запорожского аэропорта выделят 26 миллионов гривен. Сначала проведут реконструкцию взлетно-посадочной полосы, оснастят аэропорт радиотехническим и светотехническим оборудованием. Это вполне достаточно для того, чтобы пропустить такое количество. С тем качеством услуг, которые мы должны представить сегодня на современном уровне. Если, а я уверен в том, что ничего такого не должно произойти, мы должны выйти на конец октября, на начало ноября, ну как это называется, положить первый камешек в строительство нового терминала. А это парк спецтехники. Здесь 15 единиц современного наземного транспорта. Это машина для обработки самолетов от обледенения. Она является обязательной с условием наших погодных умов, скажем так. Эта техника обязательна для того, чтобы авиакомпании имели возможность выполнять рейсы в течение зимнего периода. Есть здесь и другая вспомогательная техника. Источник наземного питания, специальные тележки для обслуживания багажа, трапы. Тягач желтого цвета, машина специальная, которая позволяет буксировать самолеты. Любые воздушные суда, которые могут осуществить посадку в аэропорту Запорожье, можно осуществлять буксировку на перроне. Количество специальной техники в аэропорту постепенно будет увеличиваться. Это просто дает возможность, открывает нам дорогу для того, чтобы новые авиакомпании, особенно иностранные авиакомпании, которые хотят делать свои полеты через Запорожье, у них ряд требований. Одно из самых первых требований – это наличие спецтехники, и второе – это наличие терминала.